Открытый фестиваль Московской области Братина, дубль 20. Ботор! Фестиваль много раз. Начали! Открытый фестиваль телекомпании Братина давно вышел за границы Подмосковья и стал площадкой для общения всех регионов России и стран зарубежья. В этом году поучаствовали 250 конкурсантов, в их числе представители Сербии, Болгарии, Белоруссии, Китая. Независимое телевидение Севастополя принимает участие в фестивале с 2014 года и завоевала уже четыре высшие награды – Братины. Здесь действительно собрались самые одержимые, самые главные, самые-самые телевизионщики. Родина фестиваля Сергеев Посад. Главный организатор – культурно-коммерческая фирма «Тонус». Но юбилейную Братину, посвященную году российского кино, решили провести на уникальной территории Госфильмофонда России, которая расположена в Березовой роще. Телефестиваль проходит при поддержке Евразийской академии телевидения и радио, Национальной ассоциации телерадиовещателей и губернатора Московской области. В этом году в Братине приняли участие 48 телекомпаний, большинство из которых – частные. Нередко именно репортажи негосударственных телеканалов открывают недобросовестным чиновникам новый фронт работ, который раньше власти упускали из виду, отметил руководитель администрации городского округа Домодедова. Большое спасибо вам, что не даете нам сидеть на месте и постоянно нас увлекаете в ежедневную работу с нашими жителями, людьми, которые достойны жить в самой лучшей области и в области, которая постоянно меняется, ориентированной наше время. Большое вам спасибо. В новой номинации «Битва за Москву», которая посвящена подвигу советских воинов в годы Великой Отечественной войны, победил документальный фильм независимого телевидения Севастополя «Людмила. Русский солдат». Он рассказывает о наиболее интересных эпизодах из жизни снайпера Людмилы Павличенко. И мы с огромным удовольствием сейчас объявляем автора этого фильма и победителя в этой номинации «Независимое телевидение Севастополя, город Севастополь». Фильм называется «Людмила. Русский солдат». Я очень кратко. Гаврилыч, мы это сделали. Спасибо за высокую оценку нашей работы. Автор фильма «Людмила. Русский солдат» Ксения Абагинская, режиссер Дмитрий Фомин, оператор Павел Красиков, монтажер Александр Митнёв, в роли советского снайпера Людмила Замятина, в роли немецкого снайпера реконструктор Павел Филипп. Профессиональное жюри дало высокую оценку работе нашего творческого коллектива. В вашей картине, конечно, меня вдохновил образ этой женщины, снайпера, которая прошла всю войну. Она каждый день смотрела в оптический прибор на винтовке и видела перед собой живого человека. И она убивала этого человека. Она убивала врага, который пришел на ее землю. Крайне благодарен авторам этого фильма, что они показали ее во всем объеме. Ее судьбу, ее историю, ее жизнь. Это самое главное в фильме. Я поздравляю город Севастополь, с которого я влюблен, и в котором все эти годы участвовал как соорганизатор, а последние годы как организатор фестиваля «Победили вместе». Любое братство, которое создается, оно всегда очень ценно. Профессиональное братство. А в том, что касается телевизионщиков, это ценно вдвойне, втройне и в десятерне. Потому что как-то не всегда принято дружить у телевизионщиков, у кинематографистов. А это самое «Братина» создает такой действительно клуб, создает общность. Самое главное, что вот это ощущение, знаете, вот это оксфордских выпускников, которые друг друга поддерживают потом по жизни и так далее. Вот это самое главное. Но фестиваль «Братина» – это не только конкурсы и соревнования телекомпаний, мастер-классы ведущих журналистов и творческие встречи. Здесь открываются новые имена, развиваются творческие деловые связи. Но в первую очередь «Братина» – это обмен опытом между телевизионщиками. «Я хочу передать всем севастопольцам огромный привет! Вы знаете, в восторге от вашей телекомпании. Вы замечательные, открытые люди, готовы идти на контакт всегда. Да, я так думаю, поэтому 21-е «Братина». Ждем, приглашаем на нашу подмосковную землю. Приезжайте». Специальный приз – статуэтку «Золотой Гаврилыч», учрежденную в память обоснователе и вице-президенте фестиваля «Братина» Александре Гавриловиче Новикове, вручили самому активному участнику фестиваля – журналисту телеканала «Видное ТВ» Олегу Федорову. В интервью нашему телеканалу заслуженная артистка России, легендарный диктор центрального телевидения Татьяна Александровна Судец рассказала, что с фестивалем «Братина» ее связывает давняя дружба. «Я с удовольствием еду. Почему объясню? Потому что здесь встречаются очень интересные люди. Потом смотришь интересные работы и видишь, что телевидение не умерло. Когда смотришь первый канал, там все наши федеральные каналы смотришь, думаешь, господи, тем более мы знали, что такое хорошее телевидение. В Советском Союзе телевидение было самое лучшее, одним из лучших в мире, кстати. Могут сказать, что я нафталиновая, старорежимная, но я все равно, я не понимаю вот этих пошлостей, которые звучат с экрана телевизора. Ну не понимаю я этого. Нельзя этого делать. Растут дети, они тоже это смотрят. А здесь, здесь, окунаешься в какой-то другой мир и вот этот вот глоток чистого воздуха, честное слово». По традиции фестиваля в его финале победители и члены жюри испели из общей чаши «Братина». Маргарита Пронина, Денис Александрович, СЕФ-Информбюро, Госфильмофонд «Россия», «Белые столбы», «Домодедово». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова